Добрый вечер, дорогие друзья! 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 Добрый вечер! В нашем случае так получилось, что тренер заболел, но для нас, для ребят, это был, наоборот, дополнительный стимул, чтобы выйти, и тренера нельзя было подводить, и вышли все на поле с жаждой. Владимир Михайлович столь же эмоционально подсказывал? Ну, он тоже подсказывал, что как надо нам на поле делать, но главное, мы хорошо настроились, и самое главное, что тренера не подвели и выиграли. Владимир Владимирович, а как вы сдерживали эмоции? Ну, я уже сказал, что, конечно, очень было сложно находиться вне команды, но все время, как я уже и говорил, поддерживал связь с Владимиром Михайловичем. Конечно, очень нервничал, очень переживал за команду, за результат прежде всего, поэтому могу им только выразить огромную благодарность, что они достигли именно положительный результат, и, считаю, достигли его в целом заслуженно. А касательно состава, вот сейчас на данный момент оптимальный состав у команды? Ну, могу сказать так, что у нас, как принято говорить, один из игроков бывает основой состава, и я так не считаю, потому что, естественно, есть определенное количество футболистов, которые входят именно в костяк команды. Вот кто, какой игрок в той или иной, в той или иной игре при подготовке, в тренировочных занятиях, так сказать, находится в лучшем и оптимальном физическом, психологическом состоянии, тот и выходит в стартовом составе. К нам, тем временем, в студию поступил первый телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к Владимиру Валерьевичу Газаеву, касаемо нашего молодого Хадарцева. Вот этот матч он начал в основе, и не просто хорошо сыграл, но и смог забить победный гол. И в связи с этим у меня такой вопрос, с чем связано изменение в составе, то есть, что вы выпустили именно Хадарцева, и вообще, как вы можете прокомментировать его игру в течение сезона? Спасибо большое. Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что и в домашней игре с Динамо-Санкт-Петербургом, и в выездной игре с Новосибирской Сибирью, Батрас достаточно удачно выходил на замену. На мой взгляд, вносил остроту в атакующий потенциал нашей команды. Плюс, во-вторых, Батрас очень всегда с большим старанием, с большой самоотдачей работал на тренировочных занятиях. И, на мой взгляд, он заслужил, чтобы выйти в данной игре, прошедшей игре в основном составе, и, как показала игра, решение было правильным. Ну, раз уж мы, как говорится, заговорили о молодых наших игроков, то есть, хотел бы, сказать, абсолютно всех наших молодых, отметить всех наших молодых игроков в плане того, что, безусловно, они прогрессируют. Вот, и это очень приятно. Нужно отметить, хотел бы, прежде всего, и Альберт Ацхавребова, который фактически стал сегодня уже игроком основного состава, который прогрессирует и отличается стабильной игрой, прежде всего. Те же Гугичаев, Те же Бутуев, Токазов, которые уже сегодня внесли свой вклад в результат команды, которая сегодня есть. Тот же Гела Засеев, который обладает большим талантом, и я уверен, что у него все еще впереди. И также хотел бы отметить и Виталика Гутиева, который отстоял кубковую игру, достаточно очень непростую, тяжелая была игра, но отличался, прежде всего, надежностью. Надежностью, и, я думаю, эта игра показала, что у Виталика большой потенциал. Аслан, говоря о молодых игроках, мы тебя уже в расчет не берем, так как ты уже один из самых опытных игроков, поиграл в финале Кубка России, в Еврокубках, в молодежке нашей. Что можешь сказать о тех ребятах, которые только делают свои первые шаги в футболе и в составе нашей команды? На мой взгляд, у нас очень талантливая молодежь, да и по тренировкам все стараются, хотят, доказывают, что и как тренер им объясняет, все слушают внимательно. Ну и мы, постарше, которые даем советы, что так и так лучше, вот так надо делать. И, на мой взгляд, если все так же будет продолжаться, то их большое будущее ждет и будет прославлять нашу Аланью, нашу Осетию. А теперь давайте предоставим слово нашим молодым футболистам в небольшом видеоролике. Для меня честь быть игроком Аланьи. Я думаю, мечта любого мальчишки, соседей, играть в родном клубе. Все, кто занимается на юности, на спартаке. Мне повезло вот в этом плане. Я рад, что Владимир Валерьевич позвал меня три года назад в Алань. Я счастлив, что я играю в составе нашей родной команды. Выходя на поле нашего стадиона, я чувствую большую ответственность перед всей республикой. И в то же время для меня большая честь выступать за футбольный клуб Алань. Я безумно рад выступать за футбольный клуб Алань. С самого детства мечтал играть здесь. С самого детства у меня был кумиром Джон Блад Базаев. Мечта моя исполнена здесь, теперь, в этой команде. Я очень рад выступать за футбольный клуб Алань. С радостью надеваю футбольную майку Алань. И с такой же радостью выхожу на поле. И я многим готов пожертвовать ради того, чтобы ходить, доказывать, играть в этот клуб. Вышел я в 2011-м на 70-й минуте на выездной игре. Там таких особых эмоций не было, но на домашнем стадионе вышел с Уралом и были запредельные эмоции. Это было в 2011-м году в матче против Мордовии. В первой лиге тоже играли. Тогда и у меня был дебют, и у Давида Гегалаева. Мы вместе готовились. Он мне очень запомнился. Было много болельщиков на стадионе. Это было в премьер-лиге. Аланя уже не решала никаких турниров, задач. На стадионе Торпедо в Москве играли со Спартаком московским. Тогда были запредельные эмоции у меня. Было очень много болельщиков. Эмоции были прям безумные. Мне про свой дебют всегда приятно рассказывать. Это матч с Бищикташем. Пришло столько народу, что, наверное, не знаю, было очень приятно, когда они поддерживают, когда они гонят команды вперед. Хочется всегда радовать своих болельщиков. Когда футболист чувствует поддержку от зрителей, это всегда ему приносит пользу на футбольном поле. Очень приятно бывает, когда на матч приходит много болельщиков. Если вспомнить премьер-лигу, тогда со Спартаком был полностью один, он со Санжи был, с «Зенитом». Легче так играть бывает. Ну, конечно, когда зрителей много и все поддерживают, гонят команду вперед, намного легче играть. И результат дается. Мне хотелось, чтобы они каждый матч приходили поддерживать именно так же, несмотря на ливень, на дождь. И я хочу сразу обратиться к ним. Приходите, поддерживайте нас. Для нас это очень важно. Очень приятно, что наши молодые футболисты горят желанием выступать именно за Аланию. Под стать этого хотел бы еще сказать, что на самом деле это лишнее подтверждение. И сегодня у нас в составе достаточно много местных футболистов, молодых футболистов. Это лишний раз подтверждает тот факт, что наша маленькая Осетия богата на очень большие таланты футбольные. Владимир Валерьевич, что можете сказать о первой части сезона и как команда справляется с поставленными задачами? Ну, учитывая риск, те результаты, которые команда показала, то турнирное положение, которое она сейчас занимает, естественно, в целом удовлетворительно. Нельзя не отметить тот факт, что мы столкнулись с очень огромными, большими проблемами, так сказать, и кадровыми, и финансами, особенно в начале чемпионата, первые шесть-семь туров. И сейчас есть эти большие непростые трудности, которые нас преследуют. И тут, конечно же, нужно отдать должное, прежде всего, нашим игрокам, административному составу, которые выполняют свою работу сверхпрофессионально. Поэтому сегодня и достаточно хороший результат показала команда. Поэтому, на мой взгляд, сегодня в адрес нашей команды, и она этого заслуживает, должны идти только, на мой взгляд, только положительные какие-то эпитеты, положительные отзывы. Еще один телефонный звонок поступил в наш прямой эфир. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос главному тренеру Аланни. Почему в основном составе не видно Брестана, когда он будет играть в основном составе? Спасибо. Ну, здесь, на мой взгляд, вопрос. Я это уже и говорил на одной из пресс-конференций, что здесь имеет место быть лимит достаточно жесткий, который существует в футбольной национальной лиге на легионеров. Ну, и в то же самое время, в том, что Грина достаточно квалифицированный и мастеровитый футболист, сомнений абсолютно нет. После матча с Енисеем команда получила несколько дней выходных. Аслан, как футболисты проводят его, как ты его проводишь эти выходные? Ну, пока я не был женат, как бы все время был с ребятами, с пацанами. А так уже как бы женился, ну, больше времени уже с семьей как бы провожу. С ребятами тоже там нет-нет, приходят там, то у нас дома по северу, то погуляем. Ну, в принципе, вот так. Говорят, что у тренеров выходных не бывает. Так ли это, Владимир Валерьевич? Ну, в целом доля правды, в ваших словах, конечно же, есть абсолютно. Потому что я считаю, что любой главный тренер, наверное, после любой прошедшей игры старается сделать как можно быстрее выводы, поработать над ошибками, которые совершались в прошедшей игре. И уже думать нужно о том, как нас подготовить к предстоящей игре оптимально команду и функционально, и психологическом, и тактическом плане. Вот поэтому, конечно, ну, какой выходной, когда и бывает, в какие-то свободное время, я так скажу, да, то, естественно, стараюсь проводить это время со своей семьей. Поздравляем, кстати, с тем, что у вас совсем недавно родился сын, и команда в это время не была в городе. Да, мы были в Нижнекамске на игре. Вот, наверное, рождение сына для любого мужчины, наверное, это самое, наверное, незабываемое событие в жизни, самое счастливое, наверное, событие в жизни. В этом плане хотелось бы еще поблагодарить наших игроков, которые преподнесли в этот день подарок. Вот мы удачно сыграли в Нижнекамске, победили команду. Вот заработали три очка, вот и преподнесли в этом году такой подарок. Хотя игра достаточно складывалась, очень непростая. Да, Ринан очень хорошо сыграл, сказать, фактически сделал две передачи, поэтому, на мой взгляд, в любом случае, как бы она не просто не складывалась, но победили заслуженно. Еще один зритель ждет своей очереди. Доброго вечера. Добрый вечер. Меня зовут Константин. У меня не вопрос, а, скорее всего, пожелание, с вашего позволения. Я уже 23 года прихожу на стадион, так как я в Барнии уже очень давно за свой родной клуб. И у меня вот такой взгляд, что сейчас люди уже не ходят, не поддерживают любимую команду. Вот. И это очень, конечно, сказывается и на игре, и вообще на отношении к футболу у нас в Осетии. Вот. Тем более, что сейчас, в данный момент, в нашей команде играют только наши воспитанники в основном. И это, наоборот, должно поддерживать болельщиков, приходить на стадион и как-то поддерживать ребят. Вот. И, конечно же, команде хочу пожелать удачи и биться до последней секунды в каждом матче. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за пожелания. Когда мы говорим и поздравляем всех наших таких искренних, преданных болельщиков с победой. Это, безусловно, данный болельщик, он в любом случае в числе них. Вот. Спасибо за такие теплые пожелания. На самом деле, сегодня в команде очень много местных воспитанников. И я считаю, тот именно вот селекционное направление, генеральное направление в плане селекции, выбранное клубом. На мой взгляд, сегодня я могу констатировать этот факт, что оно было правильным. Владимир Валерьевич, как оцените выступления конкурентов и чем, на ваш взгляд, обусловлен не такой неудачный отрезок у Тульского арсенала? И можно ли его считать одним из наших главных соперников? Ну, когда мне задают такие вопросы о наших соперниках, о других командах, многие специалисты, возможно, начинают подробно разбирать. Я не берусь этого. Почему? Потому что по одной простой причине, наверное, гадать, что происходит в футбольном клубе «Арсенал», в футбольном клубе, допустим, «Мордовия» или в футбольном клубе «Скай Энергия», к примеру, да. Ну, это, наверное, неправильно, да, потому что я считаю, что если говорить какое-то мнение, оно должно быть как-то обоснованное. А тут мне сложно говорить, не находясь внутри команды. Еще один телефонный звонок поступил в прямой эфир. Здравствуйте. Алло. А вы в эфире? У меня вопрос такой. Я болеющий колоний, и вот наблюдаю сейчас. В этом году, Бог даст, команда выйдет в свою высшую лигу. И вот вопрос такой. У нас в высшей лиге, к сожалению, сейчас деньги, как бы, на первой очереди. Команды покупают футболистов за 50-40 миллионов, как вот в «Зените». Сможет ли наша команда бороться с такими командами в высшей лиге? Или будем опять надеяться, что наша молодежь потянется? Ну, это больше вопрос, такое приобретение какие-то будут или такой же состав будет? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь, мне кажется, надо решить пока задачу по выходу в премьер-лигу. Это в первую, первостепенно. А что касается там дальше, то, естественно, при условии достаточного финансирования, а сегодня в современном футболе, к сожалению, да, там финансовая часть, она очень огромную роль играет. И поэтому, конечно, если будет финансирование, мы укрепим состав, безусловно. И что касается там примера с топовыми клубами российского чемпионата, где за предельные суммы трансеров, естественно, на мой взгляд, можно с ними соперничать и за гораздо меньшие суммы. Аслан, вопрос к тебе. Болельщики отмечают феноменальную скорость у тебя. Это врожденная или ты как-то тренируешь ее? Ну, если честно, если скорость есть от природы, то как бы она есть. А что касается тренировок, то есть определенные тренировки, за счет чего ты можешь как бы вот чуть-чуть прибавить скорости, но только чуть-чуть, если она есть от природы, то она есть. Так получилось, что она у меня есть. Владимир Валерьевич, совсем недавно в команде появился капитан молодежного состава ЦСКА Гила Засеев, который провел сборы с основным составом и считался одним из кандидатов на замену Японцу Кейсу Кихонда. Как получилось, что его пригласили в Аланию, он стал игроком красно-желтых? Ну, я присутствовал на игре дублирующих составов, когда ЦСКА к нам приехала в рамках премьер-лиги. И, естественно, обратил сразу внимание на нашего воспитанника. И, естественно, в будущем сделал все возможное, чтобы он оказался в нашей команде, чему я очень рад, потому что, как я и сказал ранее, Гила наделен талантом. И я не сомневаюсь, что у него большое будущее в нашей команде. К сожалению, истекает время нашего прямого эфира. И, на последок, можно слова пожеланий нашим болельщикам? Хотелось бы обратиться ко всем нашим болельщикам. Пожалуйста, приходите на стадион, поддерживайте нашу команду. Как я уже и говорил, в нашем составе очень много молодых игроков, которые очень нуждаются в вашей поддержке. Когда вы горячо поддерживаете команду, гоните ее вперед, они окрыляются, можно так сказать. Вот, естественно, и поэтому это очень важная вещь, потому что все, что мы не делаем, тренируемся, играем. Мы играем только для наших болельщиков. И поэтому поддерживайте нас, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Спасибо большое, Аслан, за визит в нашу студию. В прямом эфире программы «Время спорта» был наставник футбольного клуба «Алания» Владимир Валерьевич Газаев и полузащитник нашей команды «Аслан Дудиев». Спасибо и вам, дорогие телезрители. Следите за своим здоровьем и за новыми событиями в мире остинского спорта. И, конечно же, следите за победами нашей «Алании». Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»